В форуму приглашаем к комбионам министра торговли и интеграции Беспублики Казахстан, уважаемого Армана Борисовича Шекабейна. Гарлутан Барабзес, дорогие участники бизнес-форума, сегодня он по праву может назваться историческим, потому что мы собрались в такой аудитории у нас. Накануне большого официального визита главы государства 14-15 числа мы с вами собрались для того, чтобы сверить часы, для того, чтобы вы слышали, какие создаются условия для того, чтобы торговля между нашими странами углубляетесь, экономически-культурные отношения, они получили свое дальнейшее положительное развитие. Для нас Армения – это надежный друг, проверенный временем. Год 25-летия подписания договора о дружбе. В сентябре этого года будет это юбилейная дата. Мы подтверждаем нашу приверженность к дальнейшему сотрудничеству и регулярные контакты на всех уровнях и на уровне межпарламентского взаимодействия. Да и мы вчера обсуждали с уважаемым Георгой Галюченовичем простой кейс автомобильный. Для кого-то это казалось, что мы право союза, устои с точки зрения техрегулирования. На самом деле, этот кейс показал, насколько доверие между нашими людьми, простым народом, когда фактически по доверенности оформляли у себя наши армянские друзья, наших казахских земляков, оформляли. Все это показывает, что народ работает, взаимодействует, и правительство должно только поддерживать такие контакты, создавать институциональные основы для развития торговых отношений. Я еще раз хочу подчеркнуть, что буквально неделю назад, Георгий Галюченович совершенно верно отметил, мы провели межправ комиссию, где подготовили дорожную карту, и мы надеемся в ближайшее время, не то что надеемся, мы ее подпишем, и эта карта, она детально закрепляет вопросы создания условий для нашей торговли. Более того, сегодня режим свободной торговли, мы с вами в одном экономическом союзе, то есть для развития наших отношений все юридические основы не заложены. Теперь остался вопрос, и абсолютно поддерживается тезис, надо показать эти возможности, чтобы и армянский бизнес, и казахский бизнес знали, где, в чем мы можем помочь. А я вам скажу, что действительно товарооборот у нас вырос, конечно, у нас, как я вчера пошутил, наши статисты, они более строгие, показывают чуть меньше, но если взять истинно где-то посередине, то в любом случае у нас рост, у нас существенный рост. Например, смотрите, у нас хорошие есть показатели и резервы по прокату плоскому, алюминиевым, аккумуляторам. Большая заинтересованность в поставках производителей сельхозы и пищевой продукции. Пшеница-меслин, мука пшеничная, пшенично-ржаная, масло подсолнечное, сафлоровое, разные добавки к кондитерским изделиям, сами кондитерские изделия. Ну и у нас сегодня очень хорошими темпами растет производство автомобилей. Наши армянские друзья нам помогли с машинами в какой-то момент. Теперь мы можем обновить наш автопарк и в Армении при помощи казахстанских производителей. По нашим расчетам перечень потенциального экспорта составит более 125 обрабатываемых товаров на сумму 350 миллионов долларов. Это только прикидку на первый взгляд. Наряду с торговлей идет активное развитие инвестиционных взаимоотношений. Так, значит, объем прямых инвестиций из Армении в Казахстан составил порядка 18,6 миллионов долларов. Из Казахстана в Армению порядка 56 миллионов долларов. Ну, конечно, это не пределы. Эти суммы только лишь задали некий вектор ориентир для того, чтобы мы их наращивали. Сегодня в Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом. 72 казахстанско-армянских совместных компаний в различных секторах экономики. Международный финансовый центр Астана играет ключевую роль в качестве регионального хаба для бизнеса финансов. Многим, наверное, нужно более глубоко познакомиться с возможностью такого международного финансового центра, где действует английское право. Арбитраж – это на самом деле центр, который является площадкой для активного участия в международной арене. Большую перспективу представляет строительная сфера, инвестиции в такие отрасли, как производство строительных материалов. Мы нарастили существенные компетенции и опыт по строительству инфраструктурных, жилых и социальных объектов. Конечно, наши компании проявляют большую заинтересованность в реализации таких проектов в Армении. В свою очередь приглашаем армянский бизнес осмотреть возможность по переработке серпозпродукции. Особенно в западных областях Казахстана, по сути, вы можете в этих регионах для себя сами готовить эту продукцию. И нарасти в транспортно-логистическом присутствии в Ахтау, мы об этом тоже говорили, это дает нам новые возможности по мультимодальным поставкам. Нам вместе надо полностью осваивать ирянское направление, и по транспортно-логистическим планам. Это открывает новые возможности. Со своей стороны, пакет стимулирующих мер, которые направлены на реализацию экспортоориентированных проектов, от оценки экспорта потенциала до подбора рынков сбыта с учетом выпускаемой продукции, логистических расходов и затрат по продвижению на таргетированных направлениях. Мы особенно подчеркиваем это китайское направление. Для этого с уважаемым господин послом Армем Бальчиковичем мы буквально начали и в деталях продолжаем работу по использованию МЦПС «Харгос». Это ворота в Китай, и, конечно, я уверен, что армянские производители, в первую очередь, это ювелирные изделия, это, ну, понятно, армянский коньяк, куда без него, значит, вино армянский, они, конечно, найдут своего покупателя в Китае. Сегодня цифровые продукты, которые разрабатываются и вашими IT-специалистами, и нашими, показывают свою конкурентоспособность на внешних рынках. Мы также предлагаем посмотреть возможность использования этого направления. Цифровизация не только торговли, логистики, но и производственных процессов открывает новые возможности для нашего сотрудничества, способствует повышению эффективности и устойчивости нашей экономики. Уважаемые коллеги, друзья, в настоящее время, конечно, мы говорим о новых возможностях, о не только взаимодополнении наших экономик, но и освоении экспортных направлений третьих стран. Мы здесь с нашими армянскими друзьями имеем большую перспективу взаимного сотрудничества. Уверен, что сегодня форум, который состоится, даст свои практические плоды, и мы практически откроем такую хорошую традицию проведения на постоянной основе таких двухсторонних мероприятий, где по каждому направлению или по определенным конкретным вопросам будем находить консенсус. И завершая свое выступление, я хочу процитировать слова моего коллеги, министра иностранных дел, заместителя, например, министра, Армения является близким государством, проверенным временем партнером Казахстана. Поэтому давайте на практике внедрим в жизнь эти посылы. Спасибо за внимание. Уважаемый господин министр, спасибо большое за ваше выступление. Да, действительно, мы считаем, что как ваш визит, так и глубоко ожидаемый нами визит президента Дакаева в армию послужит делать...